Друзья, в условиях карантина решила прислушаться к настоятельной рекомендации главного пульмонолога России, академика Александра Григорьевича Чучалина. На вопрос о том, что должен делать простой обыватель в условиях эпидемии, тот посоветовал с помощью нехитрых устройств систематически делать промывание носоглотки. Из всех вариантов, предложенных в аптеке, выбрала самый безопасный. Производство Хорватии – Аквамарис. При использовании данного устройства жидкость для промывания подается в полость носа самоотеком, без давления. Варианты же, которые подают раствор под давлением, не рассматривала. Не рискнула использовать и бюджетную спринцовку, или просто шприц без иглы. Опять же, из-за опасности избыточного давления. Так как в этом случае жидкость может попасть в полость среднего уха и спровоцировать в нем очаг воспаления. В комплекте с емкостью, куда наливается жидкость для промывания, еще и 30 пакетиков с морской солью Адриатического моря. А отдельно емкость не продается. Если бы не карантин в целях экономии, походила бы по магазинам да подобрала чайничек, либо соусник. А раствор для промывки можно приготовить и самому. 1 чайная ложка соли на пол-литра кипяченой воды. Однако покупка очень довольна. И придя домой, в обязательном порядке, кроме тщательного мытья рук, лица, теперь промываю слизистую носоглотки. И несмотря на то, что вся эта система выглядит смешно, с помощью нее вымывается патологический секрет вместе с вирусами, бактериями, аллергенами, пылью. Не зря лор-врачи считают эту процедуру обязательной, как и чистку зубов. Вторая же практическая рекомендация уважаемого академика. По возможности приобрести небулайзер. Ну, небулайзер у меня есть, на канале даже есть ролик, как я его долго и тщательно подбирала. Для профилактики увлажнения легких использую просто ингаляции с физраствором. Некоторые мои знакомые, начитавшись в интернете, заказали достаточно недешевые пульсоксиметры, которые показывают уровень кислорода в крови, чтобы на случай пневмонии отслеживать свое состояние. Я же свой выбор сделала в пользу приборов не диагностических, а тех, которые помогают очищать и увлажнять слизистые органы дыхания и поддерживать их иммунитет. Решила обратить и ваше внимание, друзья, на эти полезные, на мой взгляд, советы главного пульмонолога России.